здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и как всегда мы с вами внимательно следим за всеми событиями которые происходят не только в городском округе люберцы но и далеко за его пределами нам интересно все в том числе и те гости которые приезжают к нам издалека из москвы сегодня у нас в гостях хоровой дирижер народный артист ссср создатель московского камерного хора без всякого стеснения скажу человек легенда владимир николаевич минин здравствуй владимир николаевич здравствуйте вы ощущаете себя человеком легенды только честно да абсолютно честно когда говорят о тебе что-то такое я всегда привык не верить этому поскольку прекрасно понимаю что таков ритуал нет на самом деле если посмотреть вас послужной список то уже на легенду тянется сто процентов скажите пожалуйста как вы сегодня живете как ваше настроение зачем вам интересно наблюдать вы знаете вот я покинул свой пост руководителя в конце августа прошлого года и обычно мне говорили ну как что ты будешь там делать вы знаете в мире есть столько мною непознанного что я с таким наслаждением сейчас все это узнаю и надо сказать что даже если хотите ощущаю некоторое расширение своей черепной коробки вот то есть так много информации то то на что вы раньше не обращали просто внимание или не было времени на времени не было потому что твоя сосредоточенность на своей работе она конечно как бы против как бы ты и чего-то там еще и сопутствующие товары берешь но это сопутствующие товары ты не не можешь погрузиться в них а сейчас я погружаюсь в это так же как я в детстве погружался в чтение книг и уходил в мир где были герои этой книги и возвращаться мне не хотела ли не хотел как учились кстати в школе и что это за школа была тогда и школа сейчас чем разница я в первый класс поступил в обычную нормальную среднюю школу без всяких наворотов без всяких наворотов но нет там были навороты знаете какие какие там было директор школы стимулировал всяческую самодеятельность всяческую драматический театр хоры младших классов средних старших классов кружки ну это было просто для меня знаете ну она старинное здание школы с актовым залом двусветным красиво красиво бар сцена бархатный занавес потом если ты хорошо занимался учился отлично тебе давали красный бант из атласной материи здоровый класс первом классе закончил красный бант и вот так проявил свои способности в каком-либо другом виде самодеятельного творчества тебе дается тоже из атласной материи голубой бант и книжка в подарок боже мой знаете какое к интересности когда мне дали книжку пирельмана занимательного да да вы знаете знаю я вам много раз признавалась потом много раз передал а бабушка моя была в ужасе от того что я это все переносил на практику домашнюю а тренировались лабораторный опыт как у через школе как собственно когда вы вот те самодеятельные кружки все-таки тоже наверное были какой каким-то основанием для того что будет потом да потому что там был кружок по фортепиано так и я занимался в этом кружке но проявил я свои способности недюжинные в кавычках когда в школе же был по программе урок пение был был вот именно прошедшего времени причем плюс к вам перфект и понятие и поэтому в этом когда там допустим была песня про матрос партизан но до дня до революционная обязательно что-нибудь да да революционная такое знаете я там не так стало жалко этого матроса матроса вон там след кровавый стелется я заголосил учительницу посмотрев на меня сказала бабушка отведите вашего внука к свешников он делает прием в хоровое училище мальчиков вот так я был поставлен на на профессиональные рельсы рельсы то есть вы пели да 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 хорошо пели что свешников сказал ну принял 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 значит вроде как бы недурно получалось и вот так вот получается что в какой-то степени школа потом свешников каким образом из человека который пришел на прослушивание его приняли и вот такая сумасшедшая карьера начинается где вы почувствовали что что-то начинается вы знаете почувствовал я довольно поздно во первых начать с того что конечно родившись в ленинграде где каждый военно-морской парад связан с массой зрительных впечатлений а в течение целого года ходят морские офицеры с кортиком в кителе красиво красиво на эти все это завораживает тебя уносит твои мечты а когда читаешь тут жюль верно еще рядом но мутилус и так далее и конечно во время войны 42 году я подал заявление в школу юнг прочитав в газете а объявление о том что объявлен набор значит набор в мурманскую школу юнг и я буду заявление после ходила медленно через какое длительное время пришел ответ прием в школу юнг окончен ну к сожалению не сложилось не да то есть кортика не достал кортика не досталось адмирала не дали не дали и вот и я боление внутри всякие происходят но ты учишься поскольку понимаешь что у тебя нет маму у тебя нет папы и ты должен как бы задуматься над тем что ты там после окончания будешь делать надо все-таки чет самому себя кормить вроде как бы и что вы себе сказали учись как можно лучше не всегда у меня это получалось потому что были предметы любимые были нелюбимые кое-что ты ну кому нужен диамат в консерватории скажите мне пожалуйста даже студент первого курса понимает что он ему абсолютно зачем как зайцу тормоз понимаете нужен а консерватория на по какому как говорится классу обучения класс хорового дирижения да конечно а это вообще считается вот для нас людей не не сведущих ну там певец понятно музыкант понятно там что такое хоровый дирижер это круто как вы замечательно сказали певец понятно музыкант понятно ты как бы тоже тоже музыкант но непонятно потому что певец осуществляет свои художественные намерения в звуке так скрипач в звуке пианист в звуке а хоровый дирижер в чем в воображении понимать потому что перед ним сидит концертмейстер а он там под концертмейстера начинает руками чего-то разводить поэтому я ощутил свою профессию как как мою профессию только тогда когда меня призвали в армию то я стал руководить военным ансамблем песни и советской армии в польше и когда из-под моих рук начала появляться какая-то скажем так продукция вот тогда я понял что это моя профессия только тогда а после этого я пошел в аспирантуру от которой отказался сначала поскольку считал себя еще пока не готовым не готов к аспирантуре поэтому сам требование к самому себе на уровне рахметова да серьезно вот так не каждый может так себе вопросы ставить кстати вот по жизни часто вам приходилось с собой соглашаться с собой спорить или отказываться от каких-то решений вами принятых или всегда старались сразу уже стопроцентное решение принять вы знаете значит пожалуй были разные стадии на разные стадии по молодости лет когда его ну сам 22 года я уж художник только для военного ансамбля 22 года ну что такое 22 года конечно еще так сказать серое вещество не такое как более зрелый год и поэтому поэтому думаю что все что ты не принял решение все правильно а потом начинает сомнение вот сомнение самое пожалуй первое что я ощутил позднее а прав ли я прав ли я и когда это любую по любым вопросам это и вопросах так сказать ну скажем чисто музыкантских или нравственных то есть с точки зрения того что ты же все равно должен кого-то наказывать ведь не все же отличники перед тобой если двоечники я имею ввиду с точки коллектив до поведение поведение да отношение к делу значит ты кого-то должен поощрять кого-то ну ласка и таска и поэтому конечно поймут когда появились сомнения знаете у фейхтвангера написано было и гвоздь и червь сомнений поднял свою голову вот поэтому может быть тогда началось ваше вот взросление уже даже не как профессионала а как человека которого решает судьбы людей все-таки это коллектив большой коллектив да конечно конечно если не судьбы то по крайней мере часть какую-то и этой судьбы поэтому конечно конечно сомнения для меня от по жизни сыграли самую важную роль сомнений в себе не сомнений в правоте своих поступков но это положительная роль положительно потому что понимаете когда у тебя нет сомнения это это напоминает лозунг никита сергеевич хрущева все дороги нам ясны да все определены за работу товарищей понимаете никаких сам и никто не догадался спросить что все таки надо делать ну да кукурузу на северный полюс ну и так далее понимаете вот когда таких сомнений нет понимаете это ты на уровне там 75 человек военного ансамбля решаешь а это же на уровне целой страны и нет сомнений вот это ужасно после а польши после варшавы как вы пришли к созданию такого огромного детище тут уж никуда не денешься ваша понимаете я вам скажу так до этого до 72 года я из армии демберезовался 54 была довольно большая дистанция 20 почти 20 лет почти но по 17 лет я и там работал и сам и так далее но разное было это все были коллективы которые были созданы до меня и не мною не вами и я всегда чувствовал что как бы я не старался он не получается так как я хочу хотелось свое с нуля и вот наконец когда подошел какой-то момент в моей жизни когда на захотелось писать в своей тетради вот а ваим почерк своим почерком я своем почерке мы поговорим через несколько минут в программе открытый диалог напоминаю что эта программа открытый диалог у нас гостях владимир николаевич минин хоровой дирижер народный артист ссср создатель московского камерного хора и вот о создании хора о том что началось с нуля это что называется свое свой дом свой свой крючок на своем крючке своя шляпа свое пальто как это происходило и самый главный вопрос во первых зачем вам это нужно было и второе как удалось столько вокруг конкурентов вы знаете в этот год 72 год до 72 год меня назначили ректором института имени гнесинах это серьезно это серьезно но до этого я пять лет не подходил к хору потому что у меня было определенного рода оскомина и я считал что я больше вообще этим делом заниматься ними но когда ты ректор и у тебя есть какие-то рычаги для того чтобы создать свое дело да и под ложечкой начинает сосать чему же тебя учили пора так сказать уже вкладываться что ты сидишь чиновником хорошо конечно но но не настолько чтобы получать от этого удовлетворение жизненное и я создал вернее крикнул клич кто хочет пришли студенты молодые преподаватели бывшие воспитанники я никого не задерживал никого не набирал вот приходили кто-то уходил кто-то задерживался то есть действительно по зубу по зову души не потому что ректора позвал абсолютно абсолютно чем условий как вы сами понимаете никаких класс и все больше ничего и все сам делаешь так прошло энное количество времени и в апреле 72 года мы дали первый концерт дали первый концерт новый учебный год все сначала все значит и дальше дальше больше растет а 74 мы стали профессионалами то есть два года через два года ну понимаете есть же люди у нас россии есть допустим композитор свиридов есть там зам фурцевый кухарский есть директор росконцерта юровский ну вот все эти люди понимаете как вы же действительно вы же пересекались с такими разными людьми которые были одновременно и талантливыми и профессиональными и с их характерами с разными где может быть нужно было и себя проявить пробивать приходилось это делать конечно конечно а чем хор ты мешал это замечательно хор давайте мы вам еще вот это это поможем поэт не потому что в это же время еще какой-то другой коллектив тоже начинал он кому-то больше нравится как бы естественно потом понимаете шахматная партия у каждого своя я виду начальник да 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 интриги для этому нужно двигать этот коллектив поэтому это а это меньше обладает властью а этот больше ну вот тут вот начинаем как между струю для тарака не бега рака не бега понимаете так что конечно много трудностей было но сейчас о них вспоминаешь как будто чих один знаете что самое главное все-таки может быть я конечно я не могу сказать как сейчас но тогда еще не было глобализма такого тогда были персоны тогда были личности которые имели свой взгляд на вещи и обладали понимаете каким-то самостоятельным мышлением то есть они именно свое мнение имели а не чье-то конечно поддерживали вот возьмите такую вещь допустим мы пели духовную музыку когда она была не под запрет то запрещено и вот исторический же факт есть виниловая пластинка рахманинов 7 хоров опус 31 так а в сущности это фрагменты литургии рахманина так ну и что в этом случае василий феодович кухарский говорит на твой страх и риск я сделаю вид что я не заметил а фирма мелодия в лице сухараду и замашем фурцева и шабанова если ты качественно сделаешь мы выпустим аж постарались записать это качественно в смоленске успенском соборе то есть в то есть полная тогда еще твой там был замечательный владыка феодосий как же коммунистическая партия без нежных куда ну вы знаете или удавалось как того то решите вы знаете честно говоря ведь для них для коммунистической партии когда было важно хор когда был правительственный концерт и вновь проработать потому что да ленин сюда с тобой найти чтобы был сводный хор в тысячу человек в финале а в начале да праздничный увертюра шостаковича сводный хор чего-нибудь такое-то вякнет и в финале споет ленин всегда с тобой все остальное хор да черт с ним понимаете как интересно так мне казалось по крайней мере ну конечно какие-то какие-то препоны создавались допустим там долго долго не давали я ведь до этого в молдавии работы я уже был заслуженный деятель искусство молдавской сср имел орден трудового красного знамени тоже знаете мне баран начихал серьезно на новые ворота да и надо сказать что конечно проработав много лет я ведь звание получил первое свое очень поздно очень поздно я получил свое звание где-то году в 79 80 но еще леонид ильич был ну да ну да а первое первое звание когда мне было 30 лет на шагахе представим расстояние то же они вот такое так что они говорили всякие друзья что те не дают звание как-то попроси пойди сходи куда не говорили так нет такого не было я пока сейчас некоторые говорят знаете заходи попросили я прекрасно понимал что раз ты поешь духовную музыку мы тебя хоть в чем-то но все-таки то есть либо творчество либо делать так как надо либо прислуживай кроме духовной музыки вот на сегодняшний день чем вы особенно гордитесь я понимаю что работа хор это каждый день каждая песня каждое произведение это отдельная история но вот за что вы примут гордость испытывает вот гордость я испытываю знаете за то что мне как мне кажется удалось дать понять что хор это не серая масса а это очень тонкая и высокое искусство вот этим я горд и я имею ввиду свой камерный хор вот теперь поговорим о людях вы сказали в первой части нашей программы о том что приходилось решать человеческие судьбы не секрет что очень многие талантливые люди ведут себя не очень хорошо по жизни ну господи тут уж как говорится как вот что для вас таки было важнее то что у него фантастические или у него фантастический голос или все-таки поведение некий там коллективизм боль за дело не опоздание я к чему веду вы жестокий или жесткий был руководитель или мягкий без жесткости в коллективе нельзя согласие это аксиома что касается чаши весов да вот он талант так но он пьячуга ой боже там это вообще и для меня талант перевешивает я терплю до тех пор пока я могу терпеть пока я приходится что разговаривать нельзя название вать опросить кого-то чтобы на него повлияли да все что угодно здесь при в этом случае все методы хороши но наступает такой момент когда тебя подводит человек раз-два ты ему даешь последний шанс и он тебя снова подводит и тут все лишь до свидания до свидания но талант для меня всегда важнее чем дисциплина вот как вы брали себе человека в свою команду вы знаете ведь есть хоры и есть хоры потому что все зависит от той манеры которую ты воспитываешь есть хоры когда я вот смотрю из зала он поет а в глазах в это время у него о чем угодно он думает о чем угодно потому что он как бы сказать это озвучивание нотного текста не больше не меньше а я воспитывал по крайне мере смею надеюсь что мне это удалось чтобы человек проживал во время пения ту жизнь которая заложена в данной партитуре и вот проживание этой жизни требует выкладки без остатка обмануть вас было невозможно нет тут как можно не обманешь тут только понимаешь прекрасно этому человеку не дано на сто процентов он может только на 25 и ты это понимаешь и вы уже потом принимаете решение нужны вам эти 25 про конечно если появится человек который будет это делать даже на 80 ты поменяешь поменяешь на того кто 20 теперь вопрос такой хор это замечательно хор минина еще лучше но ведь наверное каждому поющему человеку хочется быть солистом сначала солистом хора а потом может быть кажется что я пою то так хорошо что я и сам могу петь могу и эстрадным певцом стать там и деньги получше вот как этот вопрос тоже наверно тоже трудная проблема когда человек крылья вырастают у кого-то правда правильные крылья у кого-то не очень вы затронули одну из самых болезненных проблем к своей к своей если хотите гордости я могу сказать что вот из 40 человек добрая половина получала сольные партии в концерте пела добрая половина хора были ли люди которые по я это соло которому ты подбираешь место репертуар ты подносишь его на блюдечке с голубой каемочкой а а он вдруг начинает думать что это он да и он начинает диктовать тебе условия как только это возникает я говорю пожалуйста уходи уходили уходи иди на собственную хлеба да хочешь иди не держу больно мне было очень потому что ты в какой-то мере приложил руку к тому чтобы он стал тем чем он стал на сегодняшний день а он тебе говорит я хочу уйти ушел и в данном случае все зависело от если хотите себестоимости артиста один кончал очень плохо в итоге а другой выбивался в люди не таких примеров меня множество вот на сегодняшний день с высоты прожитых вами лет что самое главное для вас каких-то три главных направления кроме хора что еще чем вы лично гордитесь не только как профессионал но и как человек ну я думаю что во во-первых это мои дети то это мои дети с которыми у меня очень и очень нормальные семейные отношения то есть полный контакт как говорят да во вторых наверное это то чувство которое я испытал на сцене и с этим хором и с разными солистами особенно с такими как образцова ведерников нестеренко это маквала косрашвили в общем это понимаете это конечно заменить ничем нельзя и конечно чувство которое я испытал то что называется любовь этим я могу гордиться после любви мы должны завершить программу спасибо вам огромное хоровой дирижер народный артист ссср создатель московского камерного хора владимир николаевич минин был гостем программы открытый диалог с вами николай пивненко до свидания а м а м м м м м Редактор субтитров А.Семкин